привет с вами виконста сейчас мы отправляемся в столовую посмотрим какие цены на продукты питания этим летом выходим в сторону кипарисовой аллеи там будет очень много столовых поэтому разнообразие есть но я предпочитаю одну по крыму она очень популярная а мы зайдем и как раз все узнаем что почем попробуем поэтому готовьтесь берите вкусняхи и после этого тоже вместе со мной будете кушать я думаю аппетит вам я нагоню народ потихоньку прибавляется сейчас раннее утро поэтому все выдвигаются на море погода хорошая поэтому будем сейчас пробовать какая же пища в этих столовых крымские вина коньяк 500 рублей 500 рублей чача кизил шаурма по 150 рыбки сыр продают он начинают потихоньку открывать свои ларьки и ждут все посетители но в основном движуха здесь под вечер поэтому сейчас народ сильно не торопится выходить все очень долго спят я иду в одну из столовых поэтому ролик будет связан только с той столовой вот видите еще одна столовая раннее утро и все уже кушают многие готовят дома остальные такие как я ленивый и кушаю по столовам у меня ограниченное количество времени поэтому я с самого утра встаю и иду для вас снимать видеоролики не когда мне готовить так ну вот эта столовая и теперь по ценам первые блюда берем маску и одеваем здесь самообслуживание поэтому что хотите то и набирайте так возьмем такой салатик и котлету рыбную и котлету рыбу на все про все я потратил 245 рублей гречка котлета рыбная и вот такой салат но сейчас будем это все дело пробовать приятного аппетита мне и вам если вы тоже кушаете ну что приступим попробуем сначала котлету мне кажется котлета из судака мы сейчас судаке значит котлет должны быть из судака гречка как гречка нормальная не переваренная и не сырая салат великолепный но люблю я вкусно покушать конечно дешевле было если я пожарил яичницу сосисками порезал бы помидор но иногда хочется тебя побаловать он реально вкусно дело том что столовых очень много ходить узнавать где вкуснее не хватит столько времени а здесь тем более место проверенное и вкусно столовая кстати это работает с 8 утра что ли салат салат классный такой освежающий так что присоединяйтесь я думаю аппетит я вам нагулял из запивки ничего не брал у меня там минералка есть и сладкая вода поэтому ничего не хотел неплохой завтрак главное питательный самое важное то что вкусный потому что если завтрак будет не вкусный то и день плохо пройдет видите повара работают не один год поэтому они знают как удивить людей сейчас покушаем и пойдем с новыми силами снимать видеоролик ничего плохого сказать не могу мне понравилось ну в особенности салат но вы что скажете как вам дорого или дешево напишите комментарий сейчас еще зайдем на небольшой рынок на кипарисовой аллее посмотрим ассортимент наличие товаров расценки мед а сколько такой мед стоит это разнотравья а в мае собирали или в июне это соты специально сюда засовываете чтобы качали а если трехлитровые брать только под заказ ну а так цена 1800 где-то да вот это поинтересоваться по ценам а подскажите если трехлитровый мед разнотравья сколько цена разнотравья ну да 250 вот такие 200 250 3000 3000 во дорого ясно спасибо понятно а она такая 250 рублей ну не такая а на края 250 рублей 250 рублей понял спасибо здесь персики манго по 220 а клубника это бахчисарайская нет это наша судак и в какую цену нет это клубничка нижнегорская 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 а здесь все свое понял бахчисарай был раньше я просто на ялтинском рынке был они говорили бахчисарай в основном привозят а здесь поближе наверное ну конечно поближе ну хотя сезон клубники уже должен заканчиваться до октября а вы ее в парниках выращиваете естественным естественным груша и персики слива по 180 вот такая большая тоже крупная синяя кстати у меня такая на огороде давным-давно росла такой цвет специфический такой насыщенный иногда кстати машину в такие цвета красили дыня а дыня в какую цену сладко-сочная крымская по 80 арбуз а арбуз 40 еще еще не дешевеет подрежу скидку не спасибо так по ценам здесь тоже видите арбузы продолговатые вот тут в основном ряд овощей и фруктов ну цены у всех приблизительно одинаковые у всех да а это дыня белая это дыня далматинка называется ух ты это какой-то сорт новый это горная новый сорт очень вкусная сладенькая с белой мякотью белая такая чуть-чуть отливает а это лещина правильно да лещиновый орех пожалуйста он дорогой да он дорогой и сколько такое корзиночка где-то полторы тысячи наверное три килограмма если три килограмма дорогое удовольствие ну почему нормально лук крымский помидор черный принц по 120 арбузы инжир медовый редко я его вижу а где его выращивают здесь в крыму в крыму приселы морской судаке тоже есть редко он что-то на прилавках почему ну не знаю не часто вижу в ялте был на рынке вообще практически его нет ну вы иногда просто не обращались может быть он так может быть но он как срок созревания или время до осени не знаю такой инжир кто пробовал тогда напишите как он вообще по вкусу ну такой вот небольшой рынок не знаю что не знаю как если не знаю как